Мы говорили о том, что сами по себе финансы не являются злом. Мы говорили о том, что любовь, а любовь – это такая штука хитрая, которая обычно имеет часть в нашем сердце. Согласитесь, да? Когда мы что-то любим, оно где-то у нас вот здесь теплится, мы с этим ходим, переживаем, думаем об этом и так далее. Итак, деньги являются конкурентом с точки зрения поклонения, относительно поклонения Богу, и любовь именно к деньгам является проблемой для нашего с вами сердца. И я вам скажу, что это справедливо для каждого человека, как давно-давно верующего, так и давно-давно или никогда не верующего. То, как мы с вами обращаемся с деньгами, оно оказывает действительно непосредственное влияние на наши отношения с Богом. Друзья, вы помните историю, которая описана в Луки 16 главе о неверном управителе? Читали эту историю, да? Он переживал достаточно тяжелое время, этот управитель. В какой-то момент он узнал, что придет хозяин и выгонит его. Он решил позаботиться, он был грамотным мужчиной, он решил позаботиться о своем будущем. Он решил подставить хозяина полностью уже. Ну, он и так шел по той статье неверный управитель. Но он решил уже как бы терять нечего, поэтому можно сделать все еще лучше. Он пошел к взаимодавцам хозяина и предложил им переписать расписки с такой выгодой, чтобы потом они были расположены к нему, чтобы иметь какую-то прибыль и получить определенный откат за счет хозяина. И Ешуа, он говорил о том, что вот сыны этого света, они подчас догадливые, чем сыны этого мира, подчас догадливые, чем сыны света. И там есть такое место в Луки 16 глава 11 стих. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Давайте мы можем открыть это место и посмотреть с вами, чтобы все понимали, о чем идет речь. Луки 16, 11. Перед этим написано, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Здесь есть очень такой важный принцип, который нам с вами важно понимать. Мы понимаем, что если человек не верен в каких-то мелочах, то, скорее всего, он не будет верен и в более серьезных вопросах. Например, наши дети. Мы видим, как они растут, но мы не спешим им давать ключи от нашего дома. Правда? Мы всегда стараемся, чтобы когда они приходили домой, чтобы кто-то был, либо чтобы мы их встретили, например, со школы, привели домой, пустили в дом. Почему так происходит? Потому что мы видим, как они относятся к ежедневным своим обязанностям. Если наши дети не обращают внимания на мелочи, если они могут что-то оставить, где-то закрыть, не закрыть портфель, где-то поверхностно к каким-то вопросам относиться, мы понимаем, что сегодня он так относится к таким вещам, незначительным для тебя, но завтра ты дашь ему ключ от квартиры, и он ее просто не закроет, или не откроет, или потеряет, или сделает какие-то такие непонятные вещи, что ты понимаешь, что это опасно, потому что ты позволяешь ему распоряжаться достаточно ценными вещами. Он не верен в таких вот, не постоянен в таких вот маленьких вещах. Как ты можешь ему доверить что-то больше? То же самое. Бог обращает внимание на то, как мы с вами распоряжаемся незначительными вещами, насколько наше сердце, оно открыто, насколько мы щедрые или нещедрые. И некоторые верующие говорят, ну вот классно вот там, например, кому-то, вот он богатый человек, да, а я не богатый. И можно себя спросить, а почему я не богатый? Может быть, я не богатый именно из-за того, что я не верен в том, что есть у меня маленькое? Может быть, вот, хорошо, моя зарплата очень скромная, там 100 долларов, например, да, или там 1000 гривен, ну так, просто для цифры мы скажем что-нибудь. Ну, но не 50, там, не 100 тысяч гривен. Вот если бы было 100 тысяч гривен, тогда было бы, конечно. И поэтому я могу, например, не заботиться о десятине, я могу спокойно пройти мимо бедных людей, я могу тратить, куда я хочу, зачем я хочу и так далее. Но в конце концов, это же немногие, ну, такие небольшие деньги. Я помню, когда-то я общался с одним человеком, он говорит, ты знаешь, а я десятину не даю. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, во-первых, у меня очень маленькая зарплата, и если я начну давать десятину, то мне вообще ничего не останется. Вот поэтому я ее не буду давать. Вот этот человек, он не понимает вот таких вот принципов. Он смотрит на то, что у него есть, но у него не хватает веры смотреть на то, что Бог может ему поручить. Понимаете, в чем суть? Это как дети, которые говорят, я не хочу вырастать, потому что, да зачем оно мне надо? Я не хочу расти. Вот у меня есть вот это вот, мои игрушки, я в них буду играться, мне не нужны ваши ключи от квартир, мне очень нравится, когда вы встречаете меня, когда вы все за меня делаете, я не хочу расти. До определенного момента это может быть еще терпимо. Мы смотрим на детей и говорим, ну ничего, да? Но если ребенку уже 40 лет, а он так себя ведет, то это уже называется болезнь, это уже называется проблема. И точно так же верующие люди, они могут находиться в таком вот нездоровом состоянии, состоянии подвешенности, в состоянии такого вот, как бы я буду щедрым, если, как будто что-то мешает ему быть щедрым, несмотря на то, что у тебя немного. Или я буду давать, я буду помогать людям, я буду любить людей, вот если, если Бог позаботится, если Бог обеспечит, если Бог делает это, то, 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 и тогда что-то будет происходить. То есть, смотрите, еще раз, деньги, они являются, как бы, вот этой лакмусовой бумажкой, которая показывает на наши взаимоотношения с Богом. Потому что, мы смотрим на этот мир через призму денег, даже если мы этого не осознаем. Ведь, согласитесь, мы ходим на работу, зачем? Чтобы иметь деньги, правда? Деньги нам нужны для чего-то. И если мы говорим, что мы не зависим от денег, то это неправда, потому что мы все же от них зависим. Правда? Наша жизнь, наше то, как мы устроены, наши привычки, они зависят от денег, которых либо есть у нас, либо нет. Есть люди, у которых, ну, если забрать деньги, их жизнь как бы закончилась. Все, все пропало, шеф, все пропало. Да, гипс буду снимать. Когда мы начинаем распоряжаться финансами, так как Бог этого ожидает, можно сказать так, что мы начинаем расти, мы начинаем развиваться как личности, потому что мы, во-первых, начинаем задумываться, что же, в общем-то, важно для Бога. Мы начинаем входить в такие сферы, когда начинается конфликт между нашим «хочу» и Божьим взглядом на какой-то предмет. Ты смотришь на человека нищего, да, и Бог внутри тебя побуждает, пойди и дай ему милостыню. А ты говоришь, я хочу бы потратить по-другому эти деньги. И вот у тебя конфликт внутри. С одной стороны, Бог подталкивает тебя вырасти, да, а с другой стороны, ты сам, ну, не хочешь, не хочешь этого. И когда ты начинаешь давать, когда ты начинаешь принимать участие в Божьих проектах, сердце обязательно будет меняться. И то, как мы, то, как мы распоряжаемся финансами, оно однозначно отражает наше отношение с Богом. Если, подумайте, пожалуйста, я когда-то реально получил это как откровение, если у вас не хватает дисциплины сказать себе в ответ на свое хочу нет, то хватает ли у вас силы сказать нет греху. Еще раз, может быть, я сложно это сказал. Мы что-то хотим. Вот я хочу купить телефон. Я очень хочу. Вот есть телефон, я очень хочу его. Я хочу, хочу, я, ну, просто думаю, я постоянно открываю в интернете страничку, я рассматриваю, я смотрю обзоры, я представляю, как он будет у меня, как я буду обладать ними, и я звонить буду, и все будут, когда он мне звонит, я буду его доставать, так, чтобы все видели именно вот так, знаете. Вот, да, или так. Я помню, что в конце 90-х, в начале 2000-х иметь телефон было очень круто. Помните это состояние? Я помню, как-то на работе там, я работал в одном месте, и был у нас бригадир такой, он был чуть ли не единственный, у кого был телефон, и кто-то ему, он ехал на работу в троллейбусе, забитым людьми, кто-то ему позвонил, он бедный, с перепугу, аж выскочил с этого троллейбуса на остановке, не на своей, чтобы поговорить, а это же еще дорого было, потому что входящие звонки платные, и все было таким проблемой, и он такой, помню, приходит и говорит, я был впечатлен, мне позвонили сегодня утром, и там какой-то Вася ему позвонил, что-то там ему сказал, он был такой аж просто, так вот смотрите, вот это мое хочу, я хочу, если я не могу сказать нет своему хочу, вот просто, в каком-то вот, физическом таком вот, обладании, желании обладать какой-то вещью, платить за это финансы, могу ли я сказать нет, когда точно такое желание во мне возникает, и это желание греховно, похотливо, могу ли я сказать, как правило, знаете что, не могу, если мой дух, если мой внутренний человек не научен барьером, не научен говорить нет, тогда я очень легко соглашаюсь со грехом, это как ребенок капризный, ребенок, вот он приходит в магазин, да и говорит, я хочу вот это, нет, нельзя, а я хочу, я падаю, я там ногами соваю, я там веду себя отвратительно, я делаю гадости какие-то, лишь бы мне купили, я не умею говорить нет, и если родители рядом, они еще могут как-то это корректировать, но если родителей нет, то это коллапс, такой человек идет под откос, полностью, он не умеет говорить нет, когда человек не учится распоряжаться финансами, скорее всего, ну происходит достаточно что-то хаотичное, я не говорю, что обязательно страшный ужас, но тем не менее, нету в этом порядка, нету в этом благословения, и так, мы говорили, что существуют духовные причины, почему Бог столько времени уделяет финансам в Писании, это то, что есть конкуренция с Богом, да, то, что любовь к деньгам, она порождает проблемы, и это является нашим тестом, нашей лакмусовой бумажкой, в том, какие отношения мы имеем с Богом, но также вы знаете, что Бог, Он очень много моментов уделяет принципам распоряжения финансов, и эти принципы, это просто его подарок для нас, вот просто посмотрите на библейские принципы, как на Божье действие, благодати в вашей жизни, Бог понимает, что нам будет так сложно, Он помогает нам, чтобы мы с вами разобрались. Итак, говоря о управлениях финансов, существует Божья ответственность во всем этом деле, а существует наша ответственность. Вы слышали о таких вот вещах? Боже, это вот все твое, давай заботься. Ну вот, я человек верующий, я, например, еще какой-то служитель, поэтому, Боже, с сегодняшнего дня я хочу тебе сказать, что все мои финансовые счета, это твои финансовые счета. Слышали такое? Ну, или не очень? Опробовали так жить? Я сын царя, с этого момента все финансы, которые мне нужны, я противостою тебе, сатана, связываю, развязываю, отрицаю, не принимаю, провозглашаю. Что там еще говорят такие моменты? Аннулирую, снимаю с небесного счета. Представляете, если оказывается какой-то небесный счет? Очень интересный вопрос. В некоторых церквях, вы знаете, теми финансов настолько много уделяют внимания, что людей аж просто морозит от этого. А сейчас я хочу вам рассказать о таинственном принципе финансов. Все такие... Да, 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 да. Именно чтобы получить все благословение, которое возможно для сынов Божьих, находят все мыслимые и немыслимые места писаний и так далее и тому подобное. Послушайте, не об этом я хотел бы, чтобы мы с вами разбирались. Вообще не об этом. Не о том, как манипулировать церковью, чтобы получить себе какое-то достояние. Но, тем не менее, еще раз, есть Божьи принципы, и эти принципы являются благословением для Божьих детей. Нам нужно их просто понимать. Итак, существует Божья ответственность и существует наша ответственность. И это очень важный, ключевой момент различать эти ответственности. Бог делает свою часть работы, а мы делаем свою часть. И очень много огорчений и разочарований в денежных вопросах происходит именно из-за того, что мы не различаем, где Божья часть, а где наша. Мы говорим, Боже, давай, давай, вот я утром проснулся, я хочу, чтобы моя квартира была полная манны, я хочу, чтобы, вот как ты израильтянам там делал, я холодильник открываю, а там просто, это же твоя ответственность, да? Ты хочешь, чтобы я тебе служил? Ты хочешь, чтобы я был священником Нового Завета? Хочешь, да? А священников нужно содержать. Кто будет содержать Божье? Ты. Церковь, да? Очень хорошо. Но мы же, проблема только в том, что все мы священники Бога Живого. Это первое. Во-вторых, мы, в общем-то, не из колена левия, и мы не живем в тех реальностях, в которых жил Израиль. Об этом лучше не говорить, потому что ломается тогда все. Понимаете, да? Мы пытаемся примирить какие-то системы, которые на самом деле были даны в определенное время определенному обществу, и пытаемся построить то же самое. А оно почему-то не работает. Итак, существует Божья ответственность. В чем же Божья ответственность? Прежде всего, прежде всего, Бог является хозяином всего. Вот это вот очень важно запомнить. Да, в любой церкви скажут вам Аминь. Но это не значит, что признают Его право управлять всем. Хозяин всего. Все было создано Богом. Мы читаем Витие 1.1. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вот Он ее сотворил. Она его. Вся земля его. Ему не нужно покупать участок где-то там, чтобы построить себе храм. Вся земля его. И Он дает человеку что? Право управлять землей. Мы с вами больше об этом еще поговорим. Но еще раз, это принадлежит ему. Вся земля. Написано во второзаконии 10.14. Вот у Господа твоего земля и все, что на ней. То есть, не просто земля, как почва, но все, что на ней находится. И в ней тоже все, что находится. Леса, звери и так далее, и так далее. Псалом 23.1. говорит Господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущее в ней. Вселенная его. Звезды его. То есть, одной землей не обошлось. Все, что мы видим и не видим принадлежит хозяину. Мы не являемся собственниками. Ничего в этой земле. Уже неплохо. Пользоваться чем-то это не значит являться собственником. Мы будем говорить. Итак, Агея 2.8. Есть такой пророк Агей. Написано «Мое серебро и мое золото», говорит Господь Саваоф. Его. Агея 2.8. Все финансы в этом мире принадлежат ему. И может быть, они у кого-то сосредоточены в большей степени или в меньшей, но они принадлежат все равно Богу. Друзья, в конечном итоге все, что ходит, все вот эти бумажки и золотые кусочки, это принадлежит Господу. Псалом 49.10.12 написано «Ибо все мои звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и живот на полях предо мною. Если бы я взалкал, то есть, если бы я захотел покушать, то не сказал бы тебе, ибо то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Псалом 49.10.12 Очень хороший. Бог говорит о том, что «Послушайте, вы приносите мне жертвы, как будто вы делаете меня богатым, но как вы можете сделать меня богатым, если это все мое?» Это все равно, что, знаете, предположим, вы пришли с работы, принесли своим детям, например, шоколадку. Вы им дали эту шоколадку, они походили, порадовались, это моя шоколадка, дети собственники. И тут представьте, что ребенок приходит к вам, берет линейку, отмеряет именно 10% этой шоколадки, аккуратно ножичком отпиливает, крошечки пальчиком вот так собирает, чтобы вам не досталось больше, съедает это все и говорит «На!» Представьте, это по праву твою. «Я отдаю тебе твое! твое!» Ну это же бред, правда же? Мы понимаем, что я тебе дал, я принес, я завтра могу не принести, я хозяин в этом доме. Не твоя сила это приобрела, ты всего лишь ребенок, которого я содержу, ребенок, о котором я озабочусь. И ты не можешь манипулировать десятиной в мою сторону. Твоя десятина не делает меня богатым, потому что я тебе это дал. На самом деле я о тебе позаботился. Но, друзья, когда мы не понимаем этих вещей, мы пытаемся купить благосклонность бога своими подарками. И это очень такая распространенная языческая практика покупать или попытка купить бога каким-то подарком. Согласитесь, жизнь обычного язычника она достаточно непростая. И в древние времена так всегда было. что нужно было сделать, чтобы божество тебе помогало? Нужно было ему что-то дать. На крайний случай пускай бы не помогало, но хоть бы не мешало. Ну, почему? Тоже вариант, правда? Ты его задобрил, и все оно в твою жизнь лезет. Ну, может быть, будет благосклонно. Так мы видим Господа очень часто. Мы позволяем себе грешить, ходить не чисто перед Ним, но приходим почему-то в церковь или в общину и говорим Боже, я отдаю тебе десятину и вот тебе еще два процента. Это за то, что я накричал на кого-то или что-то украл где-то. Это абсурд. Потому что, во-первых, мы распоряжаемся имуществом Божьим, оно все его. То, что мы им обладаем, это не делает нас, то, что мы им пользуемся, не делает нас хозяевами. Но мы еще и пытаемся его законтролировать. Вы знаете, что если бы можно было законтролировать Господа имуществом, он не был бы Господом. Он теряет свою независимость, если он привязан к какой-либо сумме, к какому-либо даянию или к чему бы то ни было. Тогда Господь становится простым смертным человеком. Имеется в виду сущность его меняется. Он перестает быть хозяином. Хозяина ну как ты его можешь купить, если оно его? Никак, это невозможно. Но можно купить того, кому что-то надо. Правда же, да? Просто может быть для какого-то человека нужно сделать такое предложение, от которого он не может отказаться. Вы не можете сделать Богу такое предложение, от которого он не может отказаться. Он может сам захотеть играть в определенную игру по своим правилам с вами. Но это его правило. Он определяет то, как все устроено. Он определяет то, как выглядит этот мир. Поэтому, друзья, это очень сильная и одна из базовых таких революционных мыслей, которые обязательно нужно нам, как верующим людям, понимать. Мы не можем купить Бога финансами. Все просто, запомните это и никогда не смотрите на это по-другому. Но мы можем привлечь его внимание финансами. Как в хорошем смысле, так и в плохом. Любая жертва привлекает внимание. Ведь согласитесь, если ребенок приносит нам десятую часть шоколадки, это привлекает наше внимание? привлекает. Первый раз, возможно, мы посмеялись бы. Правда? Почему? Потому что это детство. Первый раз. Второй раз посмеялись бы, если бы нам давали именно вот так. Мы тебя именно благодарю, я именно тебе даю. Это умиляет, когда ребенок маленький. Но согласитесь, если это происходит постоянно, мы понимаем, что есть проблема в наших взаимоотношениях. Ребенок не понимает каких-то важных вещей. И здесь вопрос не в десятой части шоколадки, здесь вопрос взагали. Что-то во всей этой истории работает неправильно. То же самое, предположим, вы даете шоколадку, а ребенок отдает, отламывает себе на кончик зубчика. Ну, там кусочек отломил, например, одну кусочек, один квадратик, остальное отдает тебе. какое послание вы видите? Как неправильно поделился. Неправильно, почему? Что? Любит тебя, да? А еще? Доверяет о том, что будет еще. Это очень хорошее послание. Почему? Потому что ты видишь, что твой ребенок он открыт к тебе. Он дает не потому, что обязан почтить тебя. Он почитает тебя от твоей любви. И здесь уже не идет вопрос о процентах. Ты видишь, что он дает от чистого сердца и дает больше, чем принято, чем может было быть достаточно. Хотя, если говорить честно, ты в этом не нуждаешься. И его дар это скорее выражение его действия внутреннего состояния, чем желание обогатить тебя. Потому что твое это. Уловили этот образ? Запомните его, когда вы будете приходить в общину или где-то в церкви. Мы даем, потому что мы любим, потому что мы хотим показать нашу благодарность. И здесь вопрос уже не в цифрах, потому что когда мы дойдем обязательно в этом учении о десятинах, мы разберем все эти вопросы с еврейской точки зрения, как это должно выглядеть в мессианских общинах, но когда мы говорим о сердце, то здесь не идет о десяти процентах вопрос. И это пугает, когда верующий человек ограничивает свое даяние всего лишь десятью процентами. В моем понимании это определенная также незрелость, потому что я не говорю о том, что десятин должно быть больше, двадцать, тридцать, сорок, и это обязательный закон, и придет проклятие вашу жизнь, если вы не будете давать десятину и так далее. Мы пройдемся с вами по самым разным популярным доктринам разных церквей. Но это говорит о состоянии сердца. Мы перестаем спрашивать такое Боже, что ты хочешь, чтобы я сделал со своими деньгами? У нас нет денег своих. Мы должны говорить по-другому Боже, что я должен делать с твоими деньгами? Услышьте эту разницу. Она большая, она правдива по Писанию. Господи, ты дал мне силы, что я должен делать с этими силами? Ты дал мне какой-то ресурс, Господи, как мне поступить? Я доверяю тебе, я могу сегодня отдать больше, могу завтра отдать меньше, но не суть где я могу быть полезен. Я верю, что я не останусь голодным, что в нужный момент ты дашь мне шоколадку и больше, потому что все твое. На самом деле у моего отца достаточно всего. Он обладает всем видимым и невидимым материальным миром. Если он посчитает меня способным нести это бремя финансовое, это бремя, друзья, понятно, что ну как бы жило. Быть богатым это сложно. Это ответственность, если мы смотрим с точки зрения Писания. Это ответственность, потому что Бог считает тебя зрелым обладать какой-то суммой. Зрелым распорядиться правильно этой суммой в соответствии с его волей. И он как мудрый отец, я верю в то, что он постепенно приводит больше финансов в нашу жизнь в соответствии с нашим возрастанием. Почему? Потому что мы же понимаем, что мы не можем дать нашим детям сразу большую нагрузку. Нужно учить, нужно чтобы то, что мы говорили с ключами. Ребенок должен вырасти для того, чтобы получить возможность управлять большим количеством финансов и нести ответственность за большее количество материального имущества. При этом я хочу вам сказать, что Бог контролирует мир вокруг нас. Хоть мы и этого не видим всегда и вот именно так, как мы себе это представляем, но тем не менее Бог держит весь мир под контролем. Написано, что Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Это 134-й Псалом, 6-й стих. Бог творит, что хочет. Бог является личностью, которая не обязана. 134-6 Бог является личностью, которая не обязана отчитываться перед кем-либо, в чем-либо. Мы не можем говорить, ты мне должен. Он никому ничего не должен. Он творит, что хочет. Он может построить вулкан, его разрушить, может построить море, может высушить его, может создать государство, может разрушить его. Бог не обязан отчитываться перед человеком, потому что мы не в позиции над, мы в позиции под. И в этом большая разница. В нашем видении мира мы видим мир по-своему, как дети наши видят семью по-своему. Если спросить наших вот у тебя есть например 100 гривен, как их лучше потратить? Как их лучше потратить? На конфеты. Это самое логичное видение на игрушки, видение ребенка. Но если спросить взрослого человека, то это будет другой ответ. Потому что я вам скажу, вот я вам дам 100 гривен, как вы их потратите? Это зависит. Все зависит от времени и места, и суммы. Правда? Потому что вы сразу же говорите «Окей, я сейчас голодный, для вас приоритет покушать». Или вы знаете, что дома нет еды, значит приоритет купить домой еды, чтобы семья могла покушать. То все зависит. Взрослый человек пользуется более сложными категориями того, как нужно распорядиться финансами. Понимаете разницу? Ребенок вообще по-другому. Когда мы смотрим на то, как устроен этот мир, мы говорим, этот мир должен выглядеть вот так-то и вот так-то, по такими-таким принципам. Бог говорит, я с тобой не согласен. Мы говорим, ну позвольте, позвольте, отдайте нам отчет. Он не обязан нам все объяснять. Он может это объяснить и он объясняет это, но это происходит как действие его милости и его суверенной воли. Мы не можем его заставить. И вы знаете, что родители не всегда обязаны или должны отчитываться перед своими детьми в каких-то действиях. Более того, даже объясняя какие-то принципы, ребенок не всегда готов их понять. Увидеть всю перспективу. Возьмите хотя бы жизнь Иова. Вся история, которая происходила с Иовом, она была достаточно тяжелой и ужасной. Жизнь человека остановилась. Фактически все, что у него осталось, это его жизнь в умирающем, разлагающемся теле. И если бы мы с вами не знали контекст первых нескольких глав, первых двух глав, мы бы посчитали, что Иов живет под проклятием, что это человек глубоко отступивший от Господа и как-то согрешивший перед Господом. Но мы знаем, что с самого начала Бог хвастается им, Бог гордится тем, в каком состоянии находится сердце Иова и что происходит в его жизни. Бог говорит, посмотрите, этот человек праведный, этот человек достойный. Но мы не знаем этого контекста, если мы читаем историю Иова с третьей главы, и тогда наше вообще мировоззрение оно по-другому выглядит. И мы читаем в последующих главах, как Ио пытается разобраться в этих вещах. И он говорит, выходи, давай мы с тобой как взрослые будем разговаривать, давай, ну скажи мне, что я не то, что я не сё. И в конечном итоге Бог являет свою силу, и он говорит, где ты был, где ты был, когда я полагал основание земли, что ты знаешь о Левиафане, что ты знаешь о том, как устроены звёзды, кто ты вообще такой, чтобы бросать мне вызов и вести себя таким образом, как будто ты можешь привести меня к ответу. Почему я должен отвечать перед тобой, ну это своими словами. Вы помните, что в конце Ио он был потрясён всем, он говорил, я слышал о тебе, но я не знал тебя. Я не был достаточно зрелым, чтобы оценить всё, что ты делаешь. И мы видим, что Бог восполняет все пробелы Ио в несколько раз. Всё то, что было потеряно, оно было восполнено. Бог, для него не было вообще-то проблемой. Вы помните, как Бог относился к материальным вещам в жизни Ио Ио? Сатана, он говорил, кстати, это был вопрос финансовый, финансов и материального имущества. Он говорил, он служит тебе, потому что ты платишь ему. И Бог говорил, очень легко, это поражает просто, но надо помнить, что за всем этим стояла жизнь человека, верующего человека. Забери, давай посмотрим. Бог знал сердце Ио, что оно не было сребролюбиво. Он знал это. Хотя Ио обладал большим имуществом, он был очень богат, человеком своего времени. его зрелость позволила ему в два раза больше потом получить еще от Господа. Когда он прошел это время, когда он был взвешен, и Бог увидел, что верность, она по-прежнему находилась его в сердце. Бог посчитал, что имущество в два раза больше его не испортит. Что он по-прежнему будет верен ему, и все будет хорошо. Послушайте, осознавая вот эти вещи, ты просто по-новому видишь и Библию, по-новому видишь и Бога, и себя, и свое сердце. Бог держит все под контролем. Даниила 4 глава 32-34 стих говорит, «По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал? По воле своей он действует как в небесном воинстве, то есть среди звезд, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты делаешь? При этом Бог открыт на то, чтобы использовать все обстоятельства жизненного пути человека во благо, во благо. Написано римлянам 8 глава 28-й стих. Известное место. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И здесь важный момент любящим Бога. Если человек ищет именно этого, то Бог каким-то невероятным образом, для нас невероятным, Он меняет обстоятельства жизни. мы видим множество историй в Писании, как это происходило. преображает мир вокруг нас, вокруг людей, которые любят Его, для того, чтобы этот мир служил нам во благо. Во благо. итак, мы говорили о том, что Божья ответственность, Он является владельцем всего, Господин всего, и Он держит все под своим контролем. А также Бог использует трудности для того, чтобы осуществлять свои намерения. И мы видим историю жизни Иосифа. Вы помните такого молодого человека? Невероятные сложности, которые он переживал. Было много потрясений. Он фактически с рабства становится очень влиятельным и богатым просто до отвращения богатым человеком. Отвратительно богатый человек был своего времени. Скупил все, что движется и не движется. Все, что мог скупить, он скупил. Ну, то есть, представьте, на тот момент, как бы, чего бы нам купить? Нечего. Все куплено. Ты бы мог что-то купить, но нечего. Все, что можно было, ты купил. Круто, но не было все так просто. И вы помните такую историю, что когда Иосифа папа умер, братья очень сильно были перепуганы, потому что они понимали, что сейчас он может просто и их семьи оторваться полностью как хочет. просто медленно что хочет то и делать. И никто не скажет нельзя, потому что власть его была невероятно огромная. И они пришли и начали рассказывать ему истории о том, что папа умирая сказал, вот давайте задумайся, ты же хороший брат, ну все как положено в таких обстоятельствах. И Бытие 45 глава 5, 7, 8 стихи, а также 50 глава 20 стих он говорит следующее, то есть его речь к ним. Бытие 45, 5, 7, 8 и 50, 20 стих. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня перед вами, дальше он говорит, не вы послали меня сюда, но Бог, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Бог через трудности осуществляет свои намерения, эти намерения они долгосрочные, нужно помнить, что это все приключение жизни Иосифа не заняло у него полгода, прошли годы, прежде чем это стало реальным. И мы с вами очень часто недальновидные, мы смотрим на обстоятельства нашей жизни и мы говорим, Боже, ты видишь, что происходит? Как это может послужить мне во благо? Ну, просто безнадега полнейшая. Но мы не можем представить свою жизнь через 15 лет. мы не знаем, потому что мы смотрим перед собой. Вот я сейчас голодный и холодный и мне некуда голову положить. Но мы не знаем, что Бог использует в этих обстоятельствах. Но если мы имеем веру о том, что Он является господином всего, Его намерение для меня во благо, Он управляет моей жизнью, это Его ответственность. Понимаете, в чём разница? Ответственность. То значит, в свой момент Бог использует то, что есть сейчас, для того, чтобы мне было хорошо, для того, чтобы вывести меня на более, скажем так, качественный уровень, на более высокий материальный уровень. В своё время всё станет на свои места. Это то, что говорит Иосиф. Я пошёл, я страдал, но посмотрите, что произошло. целый народ спарся. И мы знаем, что если бы Иосиф ещё догадывался о том величии, которое Бог будет использовать Царство Израильского, о том будущем, которое будет в мессианские времена, когда будет восстановлено Царство Божье на земле после всего, 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 всех событий в самом конце, то мы были бы, но он был бы ещё больше впечатлён вот этими всеми перспективами. Его жизнь это не просто была жизнь одного человека, через его жизнь было спасение для народа в веках, это миллионы людей. И вы сейчас смотрите на себя, как на маленький гвоздик в какой-то такой большой структуре, но Бог не так смотрит. Бог знает вашу жизнь, Он принимает в ней участие, даже если вам кажется, что это ничего такого. И Бог также использует трудности для того, чтобы формировать наш внутренний характер. Это очень важно помнить, потому что в глазах Божьих благочестивый характер очень и очень важен. И, как ни странно, но вырабатывается он именно в тяжёлые времена. Вообще, слово характер, от которого происходит слово характер на греческом, оно означает одну очень интересную вещь. Характер это слово используется, когда мы говорим о чеканке. Помните, в советское время в каждом уважающем себя доме должна висеть чеканка. Это просто обязательно. Какая-нибудь девушка под илой стоящая или что-нибудь такое. Что такое чеканка? Это кусок железа, на котором путём давления выбит какой-то рисунок. чеканка это вот это слово характер, оно относится к вот этому действию вычеканивания. То есть необходимо взять что-то твёрдое и придавить. Когда Бог говорит о характере, формировании духовного характера внутри нас, Он говорит об определённом усилии, которое надавливается на нашу сущность с вами, на нашего неспасённого или скажем так, невозрождённого в привычках человека для того, чтобы начать отражать Божий образ. Вы знаете, что можно взять, например, одну чеканку, на ней вот есть рисунок, и если хорошенько на неё надавить, этот рисунок сотрётся и появится другой. Правда? Если хорошо влупить сверху, можно резко, но тогда всё порвётся, а можно потихонечку, и тогда тот прошлый рисунок станет невидим, и появятся новые рисунки. Хотя всё равно, если мы присмотримся, мы увидим остатки чего-то такого. Правда? То же самое происходит с жизнью верующего человека. у нас был образ человека греховного, он был построен давлением общества, давлением наших привычек, нашего неправильного отношения. И когда мы приходим к Господу, Бог говорит, я хочу преобразить тебя в образ Христа, чтобы ты начал отражать собой Христа. И Бог начинает давить на нас через обстоятельства, через какие-то вещи, через то, что мы проходим, и старый образ исчезает. Но мы понимаем периодически, что еще что-то от старого все равно где-то имеет какое-то место. Да, Христа стало больше, безусловно, и с каждым днем его становится больше, но тем не менее, где-то там еще может выстрелить какой-нибудь рубец, какой-нибудь угол, об который люди царапаются и задеваются, от которого мы сами страдаем. И еще нет полноты той красоты, но Бог по-прежнему творит свою волю. И Писание в Римлянам, 5 глава, 3-4 стих говорит, «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила в сердца наши Духом Святым, данным нам». Глядя на то, что происходит в нашей жизни, мы можем стараться сохранить в нашем сердце мир, понимая, что любящий Бог контролирует каждую ситуацию в нашей жизни, с которой мы сталкиваемся и направляет ее для нашего блага. Аминь. Сейчас у нас перерыв. Спасибо. Спасибо.